Приветствую вас, друзья! Болезни желчевыводящих путей и поражения печени одни из самых распространенных в мире. Никому не хочется идти на операцию, даже самую щадящую. И человек, у которого обнаружили камни в жалчном пузыре, откладывает решение, пытаясь найти способ избежать хирургического вмешательства. А спор между хирургами и терапевтами продолжается. Одни считают, нет органа, нет проблемы. Другие же утверждают, что в организме нет ничего лишнего. В любой ситуации должен побеждать здравый рассудок. Но то, что при диагнозе желчнокаменная болезнь в 60% случаев без операции можно обойтись, это факт. Лечение желчнокаменной болезни возможно без оперативного вмешательства. Если пришлось столкнуться с этим недугом, специалисты советуют принимать некоторые добавки и натуральные травы. Сюда относятся куркума, расторопша, активированный уголь, липиза. Практикуется и продуктотерапия. Употребление определенных овощей и фруктов положительно сказывается на лечении камней. Полезными считают, первое, лимоны. Это натуральное средство, отлично расщепляющее камни в желчном пузыре. Повышенная кислотность продукта способствует превращению твердых образований в песок, а он легко выходит из организма. Второе, это свекла. Еще одно хорошее средство для очищения желчного пузыря. Овощ способен устранить камни и минимизировать вероятность рецидива. Третье, это яблоки. Фрукт обогащен пектином и железом. Эти вещества увеличивают объем выделяемой желчи, очищают печень от шлаков. Четвертое, это морковь. Овощ содержит каротин, улучшающий работу желчного пузыря. Некоторые люди для лечения желчнокаменного недуга используют нетрадиционную медицину. В частности, дело касается иглоукалывания. Акупунтура способна снизить боль при камнях посредством уменьшения спазмов, восстановления функционирования желчного пузыря. Иглоукалывание сравнительно безопасное, но при выборе специалиста обязательно убедитесь в ее компетенции, а также в том, что он применяет одноразовые иглы. Специалисты считают, что проще предотвратить появление желчнокаменной болезни, чем потом заниматься ее лечением. Для этого достаточно соблюдать некоторые рекомендации. Первое. Удерживать нормальный вес. Если вы страдаете ожирением, обязательно похудейте. Избыточный вес повышает вероятность появления камней, так как у таких людей печень вырабатывает чрезмерное количество холестерина. Не допускать стремительной потери веса. Не стоит увлекаться кардинальными диетами. Достаточно сократить потребление калорий до нормы и питаться правильно. Исследование доказывает, что при потере более полутора килограмма в неделю может увеличиться риск развития камней. Третий пункт. Заниматься физической активностью. Малоподвижный образ жизни – это главный враг организма. Старайтесь выполнять элементарные упражнения хотя бы несколько раз в неделю. Четвертый пункт. Пересмотреть прием лекарственных препаратов. Гормональные противозачаточные таблетки также способны провоцировать образование камней. Они повышают количество эстрогенов, влияющих и на выработку холестерина. Чтобы в будущем не пришлось озадачиваться вопросами лечения желчнокаменной болезни, постарайтесь следовать всем советам специалистов. Если уже пришлось столкнуться с такими проблемами, не стоит отчаиваться. Кроме народных методов, существуют эффективные методики лечения с помощью специальных биорезонансных приборов. Это безопасный и безболезненный способ борьбы с недугом, мешающим полноценной жизни. Ну что ж, будет очень интересно узнать ваше мнение. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok